Тема 726, необычная мебель. Просматривая проекты на Боом Стартер, я встретила необычный проект одной семьи из Краснодарского края, они собирали деньги на строительство школы столярного мастерства. Но дело, собственно, не в школе, а в истории семьи, которая занялась столярным мастерством практически с нуля. Ни муж, ни жена до этого не имели никакого отношения к этому ремеслу. Просто на то их вынудили обстоятельства, они переехали из северного города, где работали журналистами, в Краснодарскую глубинку. И, живя в небольшом селе на берегу Черного моря, им пришлось осваивать новое ремесло. Начинали они с изготовления мебели для себя, а сегодня они продают свои необычные столярные изделия по всей. Россия через свою страничку на ярмарке мастеров, Леви Мастер Пунта Рубарра Дворчей Рапаринтесис Пунта. На картинке внизу, столик сундук винный бар в одном лице, да еще с тайником. На картинке ниже, столик короб для пикника. В нем можно нести продукты, а потом разложить как столик. Есть сундук топчан. В сложенном виде это сундук, а если отодвинуть крышку и вставить две маленькие табуретки, получится кровать. Причем, как рассказал глава семейства Андрей Кобелев в видео, которое записало местное телевидение, идея ему подсказывает сама жизнь, и иногда жена. Понадобился ему ящик для овощей, он сделал его таким, чтобы овощи в нем не дышали, и находились в темноте, и... Было удобно этим ящикам пользоваться. Всю мебель они делают из сосны, это самый доступный материал. К тому же он привлекательно пахнет и фактура сосны дополнительно украшает каждое изделие. Интересно было почитать историю этой семьи на страничке Боом Стартер, Боом Стартер Пунта Рубазара Проец в Базара Двор, как они начинали свое дело. Первым делом смастерили сундук для жены, песочницу для дочери и колыбельную для младшей дочери. Построили у себя во дворе такой курятник, что все туристы ходят к нему фотографироваться. Такой же курятник они могут сделать на заказ кому угодно, из любого уголка нашей страны или мира. Отправляют. Готовые изделия они через транспортную компанию. Сегодня в их мастерской работают уже 4 человека и работы всем хватает. Как говорит Оксана Кобелева, которая в мастерской занимается покрытием готовой мебели лаком, нужно делать оригинально и красиво, тогда люди будут вашу мебель покупать. При этом, конечно, чтобы получались такие красивые изделия, нужно любить дерево. Андрей Кобелев, введя выше, рассказывает, что поначалу у него ничего не получалось. Очень много его поделок шло на растопку печи. Но он возвращался к ремеслу снова и снова, дерево его тянуло к себе. И только через 5 лет он почувствовал себя мастером. Тогда они и открыли мастерскую. А сегодня уже собираются открывать школу стилярного мастерства для обучения других, чтобы люди смогли приехать отдохнуть на Черное море и заодно поучиться стилярному мастерству. Тогда это будет уже не один бизнес, изготовление мебели, а три бизнеса. Изготовление необычной мебели. Обучение стилярному ремеслу. Туризм. П.С. Чем-то мне эта история напоминает американскую историю одной семьи, которая на своей ферме решила варить мыло, читайте мыло на козьем молоке. Варила сначала для себя, потом на продажу. Потом начало. Приглашать на свою ферму экскурсии и параллельно расширять линейку своей продукции, они начали не только мыло продавать, но и еду из козьего молока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова